Глава 32 Кришна возвращается к Гопи Когда наконец Господь Кришна появился среди Гопи, Он был необыкновенно красив, как и надлежит тому, кто обладает всеми совершенствами. В Брахусамхите говорится «Ананда, Чинмайя, Раса, Прати Бави Таби». Кришна сам по себе красив, но когда Его энергия, особенная энергия наслаждения, листваряемая Радхарани, являет себя во множестве Гопи, Кришна становится еще прекраснее. Только из-за недостатка знаний философы Маевади полагают, что совершенство заключено в абсолютной истине, лишенной энергии. В действительности, без своих многообразных энергий абсолютная истина не полна. «Ананда, Чинмайя, Раса» означает, что тело Господа — духовный образ вечного блаженства и знания. Кришна всегда окружен многообразными энергиями и потому совершенен и прекрасен. Из Брахусамхиты и Скандапураны мы узнаем, что Кришну всегда окружают тысячи богинь процветания. Все Гопи — богини процветания, и Кришна взялся с ними за руки на берегу Емуны. В Скандапуране сказано, что из многих тысяч Гопи — 16 тысяч, самые заметные. Из этих 16 тысяч особенно выделяются 108, а из этих 108 — наиболее знаменитые 8 Гопи. Среди них главные — Радхарани и Чандравали, а лучшие из этих двоих — Радхарани. Когда Кришна появился в лесу на берегу Емуны, свет луны рассеял царившую вокруг тьму. То была пора цветения кунды и кадамбы, и легкий ветерок разносил повсюду их аромат. Аромат этот привлекал пчел, которые принимали его за запах меда. Гопи устроили для Кришны сиденье, разровняв мягкий песок и покрыв его тканью. Почти все собравшиеся там гопи были в прошлом последователями вет. В их прошлой жизни, когда на земле являлся Господь Рамачандра, они были учеными, знатоками вет. В то время они захотели, чтобы их связали с Господом Рамачандрой супружеские узы. Рамачандра дал им благословение, пообещав, что они родятся на земле во время прихода Господа Кришны, который исполнит их желание. Поэтому, когда Господь Кришна пришел на землю, эти мудрецы родились как гопи во Вриндаване. Став юными гопи, они получили возможность общаться с Кришной и так обрели то, о чем мечтали в предыдущей жизни. Поскольку их желание было совершенным, они достигли высшей цели и были так счастливы, что у них не осталось никаких других желаний. В Бхагавадгите также сказано, что у человека, достигшего Верховного Господа, не остается никаких желаний. Когда Кришна появился среди гопи, они перестали горевать и оплакивать разлуку с Ним. Они чувствовали, что получили все, чего желали. Совершенно счастливые в присутствии Кришны, они разослали на земле свою одежду. Накидки из тончайшего полотна были осыпаны красной кункумой, которой девушки припудривали грудь. С большой заботой и любовью они приготовили для Кришны место. Он был им дороже жизни, и они постарались сделать для него удобное сиденье. Сев на сиденье среди гопи, Кришна стал еще очаровательнее. Великие йоги, Господь Шива, Господь Брахма и даже Господь Шеша всегда пытаются сосредоточиться на образе Кришны в своем сердце. Но гопи увидели Кришну прямо перед собой. Он сидел на разосланных ими одеждах. В обществе гопи Кришна казался еще прекрасней. Гопи же, собравшиеся вокруг Кришны, были самыми прекрасными девушками во всех трех мирах. Кришна сидел подле каждой из множества гопи, и может возникнуть вопрос, как ему это удавалось? В этой связи в соответствующем стихе Бхагаватам употреблено очень важное слово — Ишвара. В Бхагаватгите сказано «Ишвара сарвабутанам». Слово «Ишвара» относится к Верховному Господу, который в образе сверхдуши находится в сердце каждого. В кругу гопи Кришна тоже явил свою способность распространять себя во множество форм, как это делает Параматма. Он сидел рядом с каждой из гопи, оставаясь невидимым для других. Он был так добр к гопи, то вместо того, чтобы находиться в их сердцах, где его можно увидеть только с помощью юридической медитации, он сидел рядом с ними. Так Кришна явил особую милость гопи самым красивым девушкам в мироздании. Встретившись, наконец, со своим любимым господом, гопи старались понравиться ему, поводя бровями, улыбаясь и не показать свою обиду. Некоторые из них положили его лотосные стопы к себе на колени и растирали их. Улыбаясь, они осторожно высказывали Кришне скрытую обиду. О, Кришна, мы простые вриндаванские женщины и плохо знаем учение вед. Мы не понимаем, что хорошо, а что плохо. Поэтому мы хотим задать тебе один вопрос. Ты ведь такой ученый и сумеешь дать на него правильный ответ. Разные люди ведут себя по-разному. Одни отвечают любовью на любовь. Другие любят, даже если не встречают взаимности, а третьи не отвергают любовь, но и не откликаются на нее. Кого из них ты считаешь лучше, честнее? В ответ Кришна сказал. Милые подруги, люди, которые просто отвечают взаимностью на проявление любви, похожи на торговцев. Они в любви отдают ровно столько, сколько получают от другой стороны. По сути, в этом случае нет и речи о любви. Это лишь корысть и ловкий расчет. Даже те, у кого нет и намека на любовь, лучше, чем такие торгаши. Второй тип лучше первого, поскольку такие люди любят, даже если не находят ответа. Такую искреннюю любовь питают к своим детям родители, даже если дети зачастую пренебрегают ими. Третий тип людей не отвечает взаимностью, но и не отвергает любящего. Таких людей можно разделить на две группы. К первой относятся те, кто находит удовлетворение в себе и не нуждается ни в чьей любви. Их называют атмарамами. Они поглощены мыслями о Всевышнем, поэтому им все равно, любит их кто-то или нет. Другая группа — это просто неблагодарные, бессердечные люди. Люди этой категории восстают против старших. Например, сын, получающий от любящих родителей все, может быть черством и не отзываться на их чувства. Таких людей называют гуру-друха. Получая благо от родителей или духовного наставника, они, тем не менее, относятся к ним неуважительно. Так Кришна косвенно ответил на вопросы гопи, в которых они намекали, что он не откликнулся на их чувства. В ответ на это Кришна сказал, что он, будучи верховной личностью Бога, самодостаточен. Он не нуждается ни в чьей любви, но в то же время он не относится к числу неблагодарных. — Дорогие подруги! — продолжал Кришна. — Может быть, мои слова и поступки огорчают вас, но знайте, что иногда я не откликаюсь на чувства, которые проявляют ко мне преданные. Мои преданные очень привязаны ко мне, однако порой я не отвечаю им взаимностью, чтобы еще больше усилить их любовь. Если приблизиться ко мне будет совсем просто, они подумают, Кришна легко доступен, поэтому иногда я не откликаюсь на их чувства. Если бедняк разбогатеет, а затем лишится богатства, он будет с утра до вечера думать о своей потере. Так и я, чтобы усилить любовь преданных, иногда делаю так, что им кажется, будто я для них потерян. Но вместо того, чтобы забыть обо мне, они чувствуют, что любят меня еще больше. Дорогие подруги! Ни минуты не думайте, что я отношусь к вам, как к обычным преданным. Я знаю вас. Знаю, что ради меня вы отказались от всех мирских и религиозных обязанностей, порвали связь со своими родителями. Вы пришли ко мне и отдали мне свою любовь. Не заботясь о том, что нарушаете обычаи общества и религиозный долг. Я так обязан вам, что не могу относиться к вам, как к обычным преданным. Не думайте, что я был далеко от вас. Я оставался рядом с вами и наблюдал, как сильно вы тоскуете в разлуке. Поэтому не корите меня. Если я сделал что-то неправильно, простите меня, ведь я так дорог вам. Даже жизни полубогов на райских планетах не хватило бы мне, чтобы отплатить вам за вашу безграничную любовь. Вас невозможно ни вознаградить, ни в полной мере отблагодарить за эту любовь. Поэтому довольствуйтесь собственными праведными делами. Вы явили идеал любви ко мне, преодолев огромные трудности, созданные семейными узами. Прошу вас, довольствуйтесь вашими собственными добродетелями, ибо я не в силах отдать вам свой долг. Жители Вриндавана явили идеал чистого преданного служения. В шастрах, достоверном источнике знания, говорится, что преданное служение должно быть ахайтуки и апратихата. Это значит, что служение Кришне не может быть ограничено политическими или религиозными условностями. Преданное служение всегда трансцендентно. Гопи служили Господу с такой любовью, что Он чувствовал Себя их должником. Поэтому Господь Читания говорил, что преданное служение Вриндаванских Гопи превосходит все остальные формы поклонения Верховной Личности Бога. Так, в книге Бхактивиданты «Кришна. Верховная Личность Бога» заканчивается глава 32. Кришна возвращается к Гопи.